Предновогодние дни, то время, когда покупателей в магазинах становится все больше. Тем сложнее людям уследить за своими вещами. Казалось бы, оставил сумку в камере хранения, выполнил просьбу магазина. Однако справиться с примитивным механизмом замка в таких кабинках для опытного мошенника труда не составит. По общему правилу, ответственная за сохранность вещей, которые сданы в магазине, несет сам магазин. Поскольку наряду с основной услугой по продаже товаров заключается договор, безвозмездный договор хранения на обеспечение сохранности тех вещей, которые сданы в соответствующую кабинку. Согласно гражданскому кодексу, ключ от закрытой кабинки в руках у покупателя – это свидетельство того, что человек заключил такой договор. Хотя оставлять сумку в кабинке или нет – индивидуальное дело каждого. Сотрудники охранных предприятий не имеют права препятствовать, чтобы граждане с сумками проходили в магазины или в торговые предприятия. Но они могут рекомендовать. Если покупатель оставил ценные вещи в кабинке и их похитили, следует сразу обратиться в милицию. В том случае, если мошенника поймают, ответственность и возмещение ущерба перекладывается на него. Уголовное наказание предусматривается, когда похищенная сумма превышает тысячу рублей. Подобного в нашем магазине не было ни разу, говорят сотрудники известного в городе магазина «Народный». Потому что безопасность личных вещей покупателей – один из главных приоритетов. У нас в магазине ведется двойной контроль. Первый контроль – охрана. Второй у нас контроль – виде наблюдения. У нас в магазине работает 16 камер. Ведется наблюдение за каждым покупателем. 16 камер на 300 квадратных метрах площади. Уже только этот факт внушает доверие. В магазине просматривается абсолютно все. Еще один секрет гарантии сохранности личных вещей – это пост охраны, расположенный в непосредственной близости от кабинок. Мошенник задумается, стоит ли совершать преступление, если ты под наблюдением охраны. В день магазины сети «Народный» на «Инструментальной 6», на «Чкалово-135» и на «Анохино-120» посещают по 300-400 человек. Перед новогодними праздниками эта цифра увеличится. Но даже этот факт не помешает супермаркету порадовать покупателя удобным и безопасным предновогодним шопингом. Светлана Лисичникова, Сергей Рычков. Время новостей.